Добрый вечер. Мы представляем сервис Let's Taxi. Это B2B сервис для таксопарков, повышающий их прибыль. Когда я рассказываю о том, что мы пишем софт для такси, все всегда задают мне один и тот же вопрос. Сергей, ты сумасшедший? Как можно писать что-то на том рынке, где есть такие киты, как Uber, Get и Яндекс.Такси? Как вы догадались, я отвечаю нет, я не сумасшедший. Дело в том, что мы и агрегаторы не конкуренты друг другу. Как авиасейлс, не конкуренты Аэрофлота. Мы занимаемся тем, что помогаем таксопаркам зарабатывать с агрегаторами больше. А вот мой коллега Иван, когда его об этом спрашивают, любит рассказывать историю про бабушку. История реальная и с грустным концом. В самом начале, когда мы начинали продавать свой продукт, мы пошли ногами в рынок. Пришли в офис в нашем здании таксопарка. Дверь нам открыла бабушка-божья дуванчик с толстыми очками такая. И мы ей рассказываем, бабушка, у нас сервис по автоматизации таксопарка, IT-решение. Она говорит, какая автоматизация, какое IT? Сынок, смотри, у меня есть карта, вот здесь есть булавочка, это водитель. Мне звонит клиент, говорит, адрес такой-то. Я смотрю, если булавка близко, то назначаю заказ, а если нет, то пропускаю. Логично, что такой таксопарк через год закрылся, как и многие таксопарки старой формации. Мы же с Сергеем начали работать с агрегаторами и зарабатывать первые деньги на такси. Да, я очень хорошо помню то время. Три года назад у нас еще не было своего программного продукта для контроля таксопарка. А вот свой таксопарк на тот момент уже был. И я помню, когда мы выпустили под Uber работать первую партию машин, и в течение целой недели я не мог спать по ночам, потому что я не мог понять, сколько денег привезут на водители через неделю. А вот какую зарплату мы им должны заплатить, это я мог посчитать очень легко. И вот тогда я понял, что надо писать свое собственное программное обеспечение, потому что сервисов для контроля водителей, работающих под агрегаторами, на рынке тогда не было. Какая проблема есть у таксопарков, которые работают с агрегаторами? Дело в том, что нередко их выручка гораздо ниже их расходов, и они терпят убытки. Основная метрика таксопарка – это средняя стоимость часа, количество денег, которые вам привез водитель за час. Соответственно, на нее мы и влияем при помощи нашего программного обеспечения. До внедрения его стоимость часа 350 рублей, после 450 рублей. За смену – это порядка полутора тысяч рублей с одной машины. Если в парке 100 машин, это 150 тысяч рублей просто в день. Дополнительные выручки. Соответственно, как мы это делаем? За счет чего? Способов обманывать таксопарк водителям большое количество. Я расскажу только один кейс, например, простой. Когда водитель вечерний час пик увозит клиента в сторону МКАДа и предпочитает назад не возвращаться, а остается там, чтобы посмотреть кино на планшете. В этот момент наше приложение выдает сигнал, внимание, водитель без заказа 15 минут, пожалуйста, передвиньте его. Тем самым диспетчер двигает водителя в центр к заказам, не дает ему простаивать, время простое уменьшается, а выручка увеличивается. Так мы повышаем прибыль таксопарка. Ну и немного скучных цифр. Конкуренты наши – это две компании, которые разрабатывают похожий продукт. Один из них практически копия нашего. Второй продукт очень сложный, чем-то напоминающий таблицу в Excel, которой даже мне сложно, директору, бывшему директору таксопарка, даже мне сложно понять, как она работает. Продается наш софт по подписке. Стоимость подписки 30 тысяч рублей в месяц. Покупают его в настоящий момент 20 таксопарков. Мы запустили продажи только в марте этого года. Рынок есть, рынок довольно большой. Сейчас по данным РБК, а пульт не работает. Сейчас по данным РБК в России порядка 1700 таксопарков работают через агрегаторы. И по нашей модели, монетизируя сервис, можно получать такую выручку. Завершая выступление, еще одну историю расскажу вам про то, как однажды к нам прибежал конкурент таксопарк, его директор, ругаться. Дело в том, что его водители прибежали работать к нам из-за того, что мы больше платим. Мы с ним пообщались, выпили кофе, объяснились, он успокоился. Дальше начали говорить за бизнес. И мы говорим, смотри, вот у нас программа, вот решение. И тут он замер. Говорит, вы их видите, вы их контролируете, а можно я это куплю? Дело в том, что это был наш первый покупатель, который помог нам понять, что мы можем развиваться не только как таксопарк, но и как IT-компания. И благодаря пониманию того, как работает такси изнутри, мы можем повышать прибыль наших партнеров на 20-30%. А это, согласитесь, немало.